Сейчас мы проведем с вами экспресс-разминку по планиметрии с целью подготовки к профильному экзамену по математике. Это задачи первой части экзамена по планиметрии и задачи номер 16 и второй части профильного ЕГЭ. Наше занятие ограничено по времени, поэтому хочу предложить свои рекомендации по работе с данным материалом. Сейчас в быстром темпе мы повторим с вами основные свойства геометрических фигур, многие из которых спрятали в задачах школьного учебника, а не в тексте теории и относятся к так называемым задачам, ключевым задачам планиметрии. Это небольшие утверждения, надеюсь, они помогут вам решить задачу номер 16. Как работать с этим материалом? В самом конце занятия вы получите ссылку, по которой сможете получить эту презентацию. Там же вы найдете все формулировки свойств, о которых мы будем говорить. И на отдельном листе вы найдете экспресс-шпаргалку, по которой вы еще раз сможете осмыслить приведенный материал и проговорить его для себя. Рисунки, которые сегодня вы увидите в данной презентации, выполнены на клетчатой бумаге. Я решила, что такие построения больше похожи на те, которые вы видели на доске на уроках и в своих тетрадях. Поэтому я умышленно отказалась от построения рисунков в графическом редакторе. Итак, сейчас в быстром темпе я буду показывать вам презентацию, говорить о свойствах фигур. Ваша задача — слушать, постоянно контролировать себя, задавая себе вопрос. Знаю я это свойство или нет? После окончания занятия получите ссылки и проработайте все необходимые материалы. Сделайте это в удобном для каждой из вас темпе и проработайте с ними самостоятельно. Прямоугольный треугольник. Сейчас на рисунке вы видите три прямоугольных треугольника. Я думаю, что первый рисунок не заслуживает нашего внимания. Все вы знаете, как делит прямой угол беседриса, проведенный из вершины прямого угла. Мы остановимся с вами сегодня на медиане и на высоте. Итак, медиана, проведенная из вершины прямого угла, делит прямоугольный треугольник на два равнобедренных треугольника. Медиана делит прямой угол на углы, численно равные острым углам прямоугольного треугольника. Медиана равна половине гипотенузы. Верно следующее свойство. Если в треугольнике медиана равна половине стороны, к которой она проведена, то такой треугольник прямоугольный. Из рисунка мы видим, что центр гипотенузы равно удален от всех вершин прямоугольного треугольника. Поэтому центр гипотенузы является центром, описанный около прямоугольного треугольника окружности. А половина гипотенузы равна радиусу этого окружности. Из перечисленных свойств мы видим, что медиана прямоугольного треугольника, проведенная из вершины прямого угла, равна радиусу окружности, описанной около прямоугольного треугольника. Третий рисунок на этом слайде. Высота прямоугольного треугольника, проведенная из вершины прямого угла. Она делит прямой угол на углы, равные острым углам прямоугольного треугольника. было бы неплохо если псевы наизусть знали следующую формулу для того чтобы найти высоту прямоугольного треугольника проведенную с вершины прямого угла необходимо перемножить катеты это произведение разделить на гипотенуз продолжим рассматривать свойства прямоугольного треугольника мы должны знать формулу для нахождения радиуса вписанной окружности прямоугольный треугольник для того чтобы найти такой радиус надо сложить катеты вычесть из этой суммы гипотенузу и полученный результат поделить на 2 ниже представлены еще одно интересное свойство для всех прямоугольных треугольников сумма диаметра вписаны в прямоугольный треугольник окружности и диаметр окружности описанной около прямоугольного треугольника равна сумме катетов прямоугольного треугольника. На рисунке справа мы видим основное свойство прямоугольного треугольника, которое изучается в школьном курсе. Чаще всего вы помните эти свойства, но недостаточно их отработали. Давайте повторим их еще раз. Квадрат высоты прямоугольного треугольника равен произведению проекции катетов на гипотенузу. Посмотрите, это запоминается легко, если запоминать это с помощью зрительной картинки. Квадрат высоты прямоугольного треугольника равен произведению проекций катетов на гипотенузу. В некоторых учебниках данные свойства сформулированы по-другому. Высота прямоугольного треугольника есть средняя пропорциональная между проекциями катетов на гипотенузу. В том теоретическом материале, которые вы получите после данного занятия, это свойство сформулировано двумя разными формулировками. Используйте, пожалуйста, то, которое более вам знакомо, более привычно и более понятно. Следующие два свойства, приведенные на этом рисунке, я сформулирую следующим утверждением. Квадрат катета есть произведение его проекции на гипотенузу и самой гипотенузы. Переходим к треугольникам. Свойства, которые будут сформулированы ниже, справедливы для треугольников любого вида. Бисектриса треугольника делит сторону на отрезки, пропорциональные прилежащим сторонам. На втором рисунке вы видите треугольник и три медианы, которые в нем проведены. Свойство гласит, три медианы треугольника пересекаются в одной точке и делятся точкой пересечения в отношении 2 к 1, считая от вершины. Но есть еще несколько интересных свойств треугольника, связанных с его медианами. Если площадь треугольника S, то площадь треугольника, составленного из его медиан, составляет 3 четверти S, то есть 3 четверти от площади исходного треугольника. Любая медиана разбивает треугольник на два равновеликих треугольника, а все три проведенные медианы разбивают треугольник на шесть треугольников равной площади или равновеликих треугольников. Свойства средних линий. Если в треугольнике провести три средних линии, то они разобьют треугольник на четыре равных треугольника. Из этого следует, что площади всех этих треугольников будут равны. На следующем слайде приведены три рисунка На каждом из которых присутствует треугольник и вписанная в него окружность Разберемся с каждым из этих свойств Итак, рисунок слева В треугольник АВС вписана окружность, которая касается стороны АВ в точке М Свойство утверждает, что длину отрезка АМ, то есть длину отрезка от вершины треугольника до точки касания Можно найти по следующей формуле Полупериметр треугольника вычесть, противоположную для угла А, сторону ВС Второе свойство, представленное на этом рисунке В треугольник АВС вписана окружность, которая касается сторон треугольника в точках К, Л и М Для того, чтобы найти угол К, Л, М На рисунке он представлен зеленым цветом и обозначен альфа Необходимо из 90 градусов вычесть половину угла А То есть альфа есть 90 минус Фи пополам Представленное третье свойство на этом рисунке мало кому известно Постарайтесь осознать его, проговорить и попробуйте все три свойства, которые указаны на данном слайде, доказать самостоятельно Формулировка третьего свойства, представленного на этом слайде Если прямые, проходящие через точку А, касаются окружности Омега в точках В и С То центр окружности, вписанный в треугольник АВС, лежит на окружности Омега Доказательства всех трех утверждений, которые приведены на этом слайде Подскажут вам определенные способы получения или доказательства утверждений, которые потребуются на экзамене Переходим к трапеции У трапеции очень много интересных свойств Часть из них будет указана в этой презентации, часть вы прочитаете в теоретическом материале Рассмотрим отрезок, который соединяет середины диагонали трапеции Отрезок, соединяющий середины диагонали трапеции, равен половине разности ее основания Рассмотрим равнобедренную трапецию Проведем из вершины меньшего основания высоту к нижнему основанию Тогда высота трапеции, опущенной из вершины меньшего основания, делит большее основание на отрезки Меньшей из которых равен половине разности оснований, а большей полусумме основания А так как полусумма у нас с вами равна численно средней линии трапеции То тогда длина большего отрезка большего основания равна длине средней линии трапеции Еще раз хочу подчеркнуть, что данное свойство справедливо только для равнобедренной трапеции Замечательные свойства трапеции У любой трапеции точка пересечения диагоналей, точка пересечения продолжений боковых сторон И середины оснований трапеции лежат на одной прямой Поговорим о свойстве треугольников, на которые трапецию разбивают ее диагонали Диагонали трапеции разбивают трапецию на четыре треугольника Причем треугольники, прилежащие к основаниям трапеции, верхней и нижней треугольники, подобны А треугольники, которые прилежат к боковым сторонам трапеции, равновелики Таким образом, указанные на рисунке треугольники, имеющие равную площадь, обозначены S Но все четыре площади указанных треугольников связаны следующим соотношением Произведение площадей верхнего и нижнего треугольника Или произведение площадей треугольников, прилежащих к основаниям трапеции Равно произведению площадей треугольников, прилежащих к ее боковым сторонам Для параллелограммы я хотела напомнить вам свойства Что сумма квадратов диагонали параллелограмма равна удвоенному произведению суммы квадратов его сторон Или сумма квадратов диагонали равна сумме квадратов всех сторон параллелограммы А для произвольного четырехугольника хотелось бы, чтобы вы знали формулу нахождения площади Площадь любого четырехугольника может быть найдена как половина произведения диагонали четырехугольника на синус угла между ними Переходим к окружности Свойства на левом рисунке Надеюсь, все его хорошо знают Диаметр перпендикулярной хорде делит эту хорду пополам Верное обратное Если хорда делится диаметром пополам, то они взаимно перпендикулярны Дуги окружности, заключенные между параллельными хордами, равны Рассмотрим угол между касательной и хордой, проведенной через точку касания Данный угол измеряется половиной градусной меры дуги, заключенной между касательной и этой хордой Часто это свойство используют немного в другом ракурсе Угол φ будет равен любому вписанному углу, который будет опираться на эту хорду Равные хорды Равные хорды лежат на равном расстоянии от центра окружности Рассмотрим отрезки пересекающихся хорд в окружности Произведения отрезков пересекающихся хорд равны Для данного рисунка АП умножить на ПБ равняется ЦП умножить на ПТ На следующем слайде к окружности приведены либо две касательные, либо касательные и секущие Утверждения для левого рисунка отрезки касательных, проведенных из одной точки к окружности равны Правый рисунок Квадрат касательный, отрезка касательный равен произведению отрезков секущей АС в квадрате есть АБ умножить на АЕ Хочу остановиться на этом утверждении Очень часто употребляя данное утверждение для доказательства или для вычисления необходимых величин Ученики делают следующую ошибку Они рассматривают неправильно отрезки касательные Все отрезки и касательный, и секущий рассматриваются как отрезки, которые начинаются в точке, из которой они проведены Отрезок касательный в данном случае АС Отрезки, секущие АБ и АЕ Иногда требуется найти углы между пересекающимися хордами в окружности В данном случае угол между пересекающимися хордами равен полусумме противоположных туг, которые высекаются данными хордами А угол между двумя секущими на данном рисунке, он обозначен φ Равен полуразности дуг, которые высекаются секущими на данной окружности Понятно, что из большей дуги мы вычитаем меньше Сейчас на рисунке вы видите ту экспресс-шпаргалку, о которой я говорила Здесь представлены все 26 утверждений, которые мы рассмотрели с вами в презентации Данную экспресс-шпаргалку вы получите по ссылке, которая указана ниже По этой же ссылке будет расположена эта презентация И необходимый теоретический материал, который позволит вам еще раз повторить все перечисленные свойства В теоретическом материале также добавлены дополнительные свойства Которые было бы правильным попробовать повторить или хотя бы осознать те формулы, которые там приведены Давайте скажем спасибо авторам учебных пособий, которые я использовала для того, чтобы подготовиться к сегодняшнему вашему занятию Я хочу пожелать вам хорошей работы с моим материалом и удачи на экзамене Субтитры создавал DimaTorzok